Адвоката Мурада Мусаева освободили от уголовной ответственности Владимир Федосенко Рисунок к статье Преображенский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела, по которому фигурантом проходил известный адвокат Мурад Мусаев Ему было предъявлено обвинение в подкупе свидетелей Вместе с ним под суд попали также двое бывших присяжных По части 1 статьи 294 УК РФ за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия адвокату грозил реальный срок Надо заметить, что защитников и присяжных заседателей довольно редко судят по этой статье Уголовного кодекса Читайте также, Мосгорсуд ликвидировал ополчение Квачкова Пресс-секретарь суда Александра Савельева сообщила корреспонденту РГ, что судом проведены предварительные слушания, в ходе которых Мусаевым был заявлен ряд ходатайств В том числе и о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности По версии следствия, в январе 2013 года Мусаев, осуществляя защиту прав и интересов подсудимого Юсупа Темирханова, которого обвиняли в убийстве бывшего командира 160-го гвардейского танкового полка Юрия Буданова, совершил подкуп двух свидетелей по уголовному делу Целью подкупа якобы являлась дача свидетелям ложных показаний в суде По данным следствия, Мусаев и другие лица, преследуя цель принуждения коллегии присяжных к вынесению вердикта, оправдывающего Темирханова, путем просьб, уговоров, угроз причинения вреда здоровью, а также используя иные формы воздействия, вмешивались в деятельность присяжных заседателей В том числе предлагали им отказаться от продолжения участия в судебном рассмотрении дела об убийстве Буданова, рекомендуя сослаться на мнимые обстоятельства Мусаев на следствии категорически отказался признавать вину по предъявленным обвинениям, а в суде потребовал прекратить уголовное дело против себя в связи со стечением срока давности И суд такое ходатайство признал правильным И освободил адвоката от уголовной ответственности Но оба присяжных остаются подсудимыми На 3 марта назначены слушания по существу этого дела